Всем привет! Пару дней назад я выпустил видео для ПК с открытым миром и сейчас хочу провести некий эксперимент. А помочь в эксперименте мне можете вы, поставив лайк под этим видео, тем самым показал свою активность и интерес к этой теме, учитывая, что меня уже просили сделать топ с такими играми. В общем вы на канале Феном Геймс, приятного просмотра. Десятое место. Вестган Фиктер. В игре нас переносят в мир Дикого Запада, где буйствуют беззаконие, бандиты и им противостоящие шерифы. А мы же можем как примкнуть к бандитам и сеять хаос и беззаконие, или же наоборот стать охотником за головами. Этакие Red Dead Redemption на минималках на смартфон. К тому же у игры огромный открытый мир, путешествуя по которому вы сможете сами выбирать себе занятия по вкусу. Можете играть в Blackjack, участвовать в дуэлях, выполнять задания и получать за это деньги, которые после можно потратить на прокачку нашего персонажа. Девятое место. Hello Neighbor. Отличная игра, в которой нам в роли любознательного мальчика нужно узнать, что скрывает наш сосед напротив. Игра вышла на смартфоны прямиком с ПК, где я собственно и начинал играть после её выхода. Сейчас же есть отличный повод вспомнить прошлое и перепройти игру снова. Сделана игра в жанре survival horror, что значит нас будут пытаться напугать, что с такой графикой, как мне кажется, сделать довольно трудно. А также survival составляющая заставит нас прятаться и устраивать какие-то диверсии для привлечения нашего соседа. Главная же задача не попасться ему в руки. Этакая достать соседа только с сюжетом, целью и 3D графикой. Восьмое место. Cross Break. Это экшен РПГ третьего лица, где мы в роли рыцаря должны исследовать мир, прокачивать нашего персонажа и просто получать удовольствие от игры. Но по пути нам будут попадаться разные орки, гоблины и много других монстров, с которыми можно сразиться для получения вознаграждения. Тем более учитывая, что в игре более 300 видов врагов. Нужно и себя прокачивать, ибо справиться не всегда будет просто или вообще невозможно. Благо для возможности всевозможных апгрейдов есть разные миссии и квесты, за выполнение которых нам будут давать награду. А также если прокачаетесь и будете непобедимы, можно будет перейти на следующую часть карты. Седьмое место. ARK Mobile. Огромная, да и просто уникальная игра в довольно популярном жанре выживания. Только вот выживать нам нужно не просто в открытом мире, а еще и с дикими ящерицами-динозаврами из какой-то там эпохи или эры. И даже стараться их приручить. В общем это полноценный порт компьютерной версии ARK Survival Evolved, которая выглядит ну практически точно так же, за исключением некоторых нюансов. Так что и полноценная физическая модель, и анимация животных были сохранены. В общем чего еще можно добавить, с каждой новой игрой диву даешься насколько мобильная индустрия шагает вперед. Шестое место. Speed Legends. Гонки это конечно хорошо, особенно когда есть хорошая графика, широкий выбор кастомизации машин, но все равно чувствуешь себя в такой игре скованно. Другое дело гонки в открытом мире. Да, тут нет какой-то сверх крутой графики, но сами должны понимать, большой мир, который быстро меняется на скорости в сотню-другую миль в час, быстро прорабатывать мобильному процессору будет сложно. А так и плавность картинги сохраняется, и мир кажется живым. Причем в мире можно не только свободно ездить, путешествовать, но и выполнять различные миссии и задания, получая за это награды для покупки новых авто. Пятое место. Shadow of Kurgansk. На эту игру я наткнулся в рекомендациях к одной игре из прошлых топов, а на ту, в свою очередь, я наткнулся в рекомендациях к другой игре, ну и так дальше. Эта игра вобрала в себе несколько довольно популярных жанров, таких как постапокалипсис, выживание, охота, постройка убежища, ну и прочее. В общем, Minecraft только в стилистике не кубического окружения, да и с хорошей графикой. Главная же задача тут выжить, а как это сделать, уже решать вам. В любом случае в игре есть много оружия с красивой анимацией, правда не особо много пуль, различной еды, правда иногда не съедобной, но и прочие атрибуты выживастика. Четвертое место. Gangster Vegas. В общем, все, я думаю, прекрасно знаете игры серии GTA, и изначально я думал вписать какую-то из портированных частей в топ, но во-первых, в этом нет никакого смысла, ибо вы и так знаете о ней. А во-вторых, благодаря этой игре незачем. Ибо по сути своей это такая же GTA с кучей экшена, погонями, перестрелками, мафиозными разборками, красивым городом и неплохим сюжетом. Где мы немного поднасолили местные мафии, которые теперь устраивают нам нелегкую жизнь. И как для самостоятельной игры выглядит она отлично, ведь если и ту же GTA делали для ПК и только после портировали на смартфоны, то эту игру изначально делали для мобильных устройств с огромным миром, большим количеством машин, хорошей физикой и огромным ассортиментом оружия. Третье место. Revenge of Heroes. Многие из вас под топами для смартфонов просят побольше RPG игр в видео, так вот держите самый яркий представитель своего жанра. Игра впитала в себя все популярные и уже привычные обычному игроку элементы ролевой игры. Перемщения осуществляются нажатием пальцем на желаемую цель, а бои происходят в пошаговом режиме, после которых вы получаете опыт для прокачивания персонажей. Но главное, чем лично мне игра приглянулась, так это графическим оформлением и мир, который в такой стилистике смотрится интересно и красиво. Второе место. Truck Simulator 2017. Огромная и довольно популярная серия грузовых симуляторов с ПК оказывается есть и на смартфонах, а я-то этого и не знал. И какое мое было удивление увидеть действительно хоть и не полноценный евротрак, но хоть недалекую от этого копию. Так в игре задача все та же, управляя фурой, кстати управлять можно как с кабины, так и с камеры сзади, да и с других видов, наставлять грузы к назначенному месту. А также если сможете насобирать достаточно денег, то сможете купить свою компанию по перевозке грузов и управлять ею, ну или купить другой себе грузовичок. И первое место. Survival Island Evo 2. Знаете, все игры в этом топе заслуживают первого места и было довольно трудно выбрать и расставить их по каким-то местам. Но эту игру я выбрал своим фаворитом из-за ее сюжета, который лично мне понравился, даже учитывая то, что его подобие уже много раз использовалось во многих проектах. Суть тут состоит в том, что вы во главе экспедиции на необитаемый остров потерпели крушение и теперь главная задача это не изучение острова, а выживание, хотя и изучать остров придется для того, чтобы выжить и найти дорогу домой. А также вся игра сопровождается интересным игровым сюжетом, ну и правда интересным с моей точки зрения. Ну и на этом все, понравился топ тогда ставай, я буду знать, что эта тема тебе интересна и буду делать такие видео еще и чаще. Спасибо за просмотр, хороших игр и до скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok